Десять лет назад, 26 октября 2004 года, президент Российской Федерации прибыл в Украину, чтобы принять участие в торжествах по случаю юбилейной 60-й годовщины освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. На вечер была запланирована пресс-конференция, где в прямом эфире Владимир Путин отвечал на вопросы журналистов «Першого национального», «Интера» и «Один плюс один». Вот фрагмент этой беседы. На первом этапе сама Россия после распада Советского Союза должна была осознать, что возникшие на постсоветском пространстве государства – это не квазисоветское образование, а независимые полноценные страны. И к ним соответствующим образом нужно относиться. На пресс-конференции президент России отвечал не только на вопросы журналистов, но и зрителей. Среди 50 тысяч вопросов из интернета были выбраны наиболее интересные. В частности, вопрос о мечтах от киевского первоклассника Андрея Синько. Узнав об этом, глава российского государства пригласил Андрея на встречу в Мариинский дворец. «И на этой встрече Владимир Путин сказал мне, что его мечта – чтобы все дети и их родители были счастливы и жили в мире. Тогда же Кучма подарил мне ноутбук. А Путин – именные президентские часы. Но носить их я не смог, потому что они были на меня велики. И мы с семьей решили, что я их надену, когда мне исполнится 16». Мама Андрея – Марина, модельер, дедушка – украинец, кадровый офицер, ветеран Великой Отечественной войны. Добровольцем ушел в 17 лет на фронт в годы Второй мировой и воевал с немецкими фашистами. Александр, отец Андрея, родился в Москве, всю жизнь прожил в Киеве, работает журналистом. 5 февраля 2014 года мне исполнилось 16 лет, а 7 марта этого года я получил паспорт гражданина Украины. Но носить президентские часы я не смогу. Владимир Владимирович, я обращаюсь лично к вам. Я с детства воспитывался в любви к своей родине, Украине, и к своему народу. Я мирный человек. Но если будет надо, я готов пойти защищать мир на своей земле. Я помню ваши слова о ваших мечтах. Вы говорили, что хотите, чтобы все были счастливы и жили в мире. Но вы мне солгали. Хотя бы поэтому я вынужден вернуть вам ваш подарок. И если бы у меня была возможность встретиться с вами лично, я бы сказал вам в глаза. Владимир Владимирович, вы лжец. Мы мирная семья. Мы не хотим войны, как и всех граждан Украины. Владимир Владимирович, пока не поздно. Одумайтесь. Нам не надо проливать нашу братскую кровь. Уважаемый Владимир Владимирович, я вынужден спустя 10 лет вернуть вам ваш подарок. Эти часы больше не являются предметом гордости, а являются свидетельством огромной лжи. Мечты о счастливом будущем – огромная движущая сила. Мечты о мире – огромная ответственность. Осознавая это целиком, можно ли воювать за мир? Владимир Владимирович, вы лжец.